Всем привет! Вещая я все еще с архипелага Занзибар, остров Фунгудя, Танзания. Продолжаем мы с вами энциклопедию драгоценных камней. В частности, мы уже, это у нас какая по корундам? Третья серия. Мы рассматриваем минерал, который называется корунд. Переходим к сложной и очень обширной теме, которая называется методы облагораживания корундов. У нас тут будет много пунктов, соответственно, серии будет несколько. Первое. Термическая обработка корундов. Ну, так называемый нагрев. Второе. Термообработка с применением химических добавок флюсов. Третье. Диффузионная обработка. Четвертое. Заполнение трещины полости стеклом. Пятое. Прокрашивание и промасливание. Шестое. Нанесение покрытий. Седьмое. Облучение. И причем это вот небольшая часть того, как изгаляются над корундами, чтобы сделать их более привлекательными. Внешне, вот смотрите, я уже говорил, повторяю, да, чем больше повторяем, тем лучше. Что рубинов не облагороженных, соответственно, не гретых, тоже читаем, да, у нас не больше 0.8 процентов. Ну, допустим, там есть плюс-минус какая-то погрешность статистики, значит, давайте говорить, меньше одного процента, да, рубинов не гретых. Имеется в виду рубины ювелирного качества. Понятно, что вот этот мусор, который продают друг-друг там за миллионы долларов корунды, которые по сертификатам часто пишут рубины, то есть порода корундовая. Ну, ее не греет, уж смысла нет ее греть, как бы это ничего не даст, да, там совсем все плохо. Мы говорим сейчас про рубины ювелирного качества. И сафиров, то есть корунды, которые мы называем сафирами, повторюсь, мы до сих пор не совсем знаем, чем отличается розовый сафир от розового рубина. Тут у меня какая-то фигня выскакивает на экране и мешает мне любоваться мной, поэтому буду иногда поправлять. Так вот, сафиров не гретых на рынке, опять же, ювелирного качества, оговариваемся, да, обязательно, меньше двух процентов, ну, там 1.6, 1.8 процентов, вот где-то так. Ну, давайте считать, что вот меньше двух процентов, то есть их очень-очень-очень мало. Вот их прям как из земли достали, огранили, они уже чистые, яркие, красивые, да, все остальное греют и подвергают всяческим извращениям. И вот все, что я перечислил, 7 пунктов, это все с ними делают, и не только это, там много всего, но вот 7 пунктов мы разберем, потому что это основные методы облагораживания. Так, вроде я что-то понажимал и исчезли у нас эти навязчивые сообщения. Так, термообработка, да, зачем камни греют? И еще один момент, почему из всех видов облагораживания корундов, которые я перечислю, приемлем на рынке, считается нормальным и допустимым только термообработка? Первое, зачем греют? Практически все корунды на тот момент, когда их находят, достают из земли, вот, они имеют внутри большое количество, или очень большое, или огромное, прям все во включение. Включение, да, вот, крайне редко попадается, я уже про процентное соотношение говорил, вот, которые практически идеально чистые. Совсем чистых не бывает, если посмотреть в микроскоп или в лупу мощную, все равно что-нибудь там увидишь. Ну, вот, бывает, что на глаз смотришь, а он практически чистый. Ну, вот, большая часть корундов имеет большое количество включений, и с древних времен эта ситуация, история длится уже тысячи лет, тысячи лет. Люди заметили, что если корунды нагреть до определенной температуры, и эту температуру определенное время держать, то включение, которые делают корунд матовым, мутным, бледным, серым, неярким, они растворяются, и камень становится часто чистым и ярким, а часто и нет, вот там, 50 на 50. Сейчас об этом тоже подробнее вам расскажу. То есть, это нагрев без каких-либо дополнительных вмешательств в камень извне, то есть, его не заливают стеклом, его ничем не облучают, его не обкладывают какими-то там растворами, металлами, флюсами, и всего этого не делают. То есть, вот камень был, он просто находился в длительном или недлительном, по-разному, да, бывает, в состоянии нагрева, его достали, все. То есть, он, по сути, каким вот был, таким остался, ничего оттуда не убирали изнутри, ничего внутрь не добавляли. Вот именно по этой причине термическая обработка или нагрев камня, да, термообработка считается допустимой на рынке, потому что, по сути, вмешательства не было. То есть, прошел некий процесс, который, по сути, был без каких-либо добавок вообще совсем. Что у нас с ценами нагретые, негретые рубины сафиры? Ситуация какая в данный момент? Вообще, буквально там 20-30 лет назад, даже 10 лет назад, разница была довольно ощутимая. Например, яркий синий-синий цветом royal blue сафир классический, да, королевский синий. Ну, берем совершенно два одинаковых, допустим, там 10 карат. Цена могла отличаться, вот если он гретый и негретый, при этом на глаз цвет совершенно одинаковый. Цена могла отличаться в 3-5 раз. С рубинами то же самое, до 10 и даже иногда 20 раз цена могла отличаться у гретого рубина и негретого рубина. Сейчас прослеживается очень яркая и быстрая тенденция того, что, видите, я думаю, что связано с тем, что рубинов все меньше и меньше, поэтому, если раньше разрыв по цене был вот такой, сейчас он вот прям уже сократился максимально, то есть уже разница, ну, не в разы, не в разы и даже не в два раза. То есть, например, там 10 тысяч долларов стоит гретый, а 20 тысяч точно такой же негретый. Нет, сейчас уже может быть так, что 10 тысяч стоит гретый и там 13-14 стоит негретый, аналогичного качества, размера и цвета. Я думаю, это связано с тем, что добыча рубинов, ну, как бы Бирма истощена, да, осталось одно месторождение, оно не особо богато на крупные какие-то яркие камни, это Мозамбик. Видимо, поэтому происходит такое сближение по ценам. По сафирам, ну, иногда разница может быть там в 50-70 процентов, но это если камень какой-то крутой, уникальный, то есть там яркий какой-нибудь, насыщенный, васильковый, 20 карат, вот он гретый и негретый, мы рядом кладем, они могут отличаться, допустим, там 100 тысяч и 170 тысяч долларов, да, по цене. Камни, которые покупают обычные люди, чтобы носить, уже часто разница несущественная, она также может быть там 30, 20, 40, 50 процентов, но уже не в разы и не в десятки раз, как это было раньше. То есть общество когда-то очень давно этот метод облагораживания приняло, он считается допустимым. Я думаю, что у нас нет никаких данных, когда камни начали греть, я думаю, что это произошло до нашей эры, потому что разработка и продажа корундов, она началась еще, ну, со времен Египта, Древней Греции, Древнего Рима, это было очень давно, и, скорее всего, когда-то человек, какой-то костер, где были, допустим, дубовые горели дрова, да, там какой-то мощный костер, он туда уронил этот сафир, или, например, развели костер на месте, где был выход, был корундов на поверхность, да. Ну, то есть, как правило, что-то вот такие гениальные открытия происходят случайным образом. Вот, собственно, это я ответил на вопрос, зачем их греют, чтобы они стали красивее, да, и считается ли это допустимым на рынке, да, считается допустимым на рынке. И гретые камни продают на аукционах, если они какие-то крутые, красивые, яркие, их носят в своих украшениях звезды, и гретые камни в количествах приличных после экспертизы обнаруживаются во всяких королевских, царских украшениях. То есть, опять же, это говорит нам о том, что это вполне допустимо. Что происходит при нагреве? Если коротко привести, вот один пример приведу, в принципе, все будет понятно, да. Смотрите, например, титан, из которого состоят микровключения рутила, помните такие кристаллики, длинные, на ниточки похожие, да, часто, но бывают и другой формы. Так вот, титан, из которого состоят микровключение рутила, переходит в кристаллическую решетку сапфира и дает синий цвет. То есть, по сути, просто происходит диффузия веществ внутри камня, без вмешательства извне, снаружи, да. Вот, внимание, этот процесс называется внутренняя диффузия рутила. То есть, это произошло внутри в результате нагрева. Это очень важно. Значит, внутреннюю диффузию ни в коем случае нельзя путать с диффузионным обогораживанием. Это совершенно другая штука. Это когда поступают материалы извне, снаружи, да. Вот. И просто гретый камень от камня, который был обогорожен с помощью диффузии, по цене отличаются в тысячи раз. Как правило, камни, которые были обогорожены с помощью диффузии, не внутренней, да, обычной диффузии, они стоят, ну, 5-10 долларов. И то это так, сувениры для туристов, да, то есть, не знающие люди покупают такое. Про диффузию я расскажу дальше уже, скорее всего, в следующем видосе. Так, следующий момент какой. Нюансы нагрева, да, при каких температурах надо греть, сколько минут, часов, дней, чтобы получился у нас хороший, красивый результат. Вот здесь все очень сложно, ребята. Вы мне часто пишите, что привет, Константин, будешь на добыче, увидишь серые там какие-то сафирчики, корундики, прикупи, пожалуйста, скинь мне, я их, значит, погрею, они станут яркими, синими, потом мы с тобой их продадим. То есть, такие юные бизнесмены. Я спрашиваю, а вы знаете, как их правильно греть? Пишут, да, я почитал там справочники на Википедии, в какой-то энциклопедии, надо греть столько-то минут при такой температуре. Смотрите, какая ситуация. Вообще, работа термиста, она больше похожа на работу какого-то шамана или волшебника, потому что каждое месторождение, вот к материалу из каждого месторождения десятилетиями, иногда и столетиями, люди подбирали ключики, экспериментировали с температурой, с продолжительностью, да, и у кого-то, вот, кто-то потратил десятилетие для вот какого-то конкретного месторождения, и они вообще не смогли подобрать ключ, вот, вот именно отсюда сафиры, как их ни грей, при любых температурах, сколько угодно, там, недель, часов, месяцев, они вот хоть и без остаются серыми все равно, да, и с ними ничего сделать нельзя. Каким-то подобрали, да, и эти секреты, тонкости работы передаются по наследству, от, как правило, по семейной линии, от отца к сыну, от деда к отцу, вот, и просто так рассказывать вам никто не будет совершенно. Более того, то есть для каждого месторождения вот этот режим температурный временной, он разный. Более того, когда месторождение разрабатывают, и вот, например, сначала добывали у нас сафиры на глубине, там, 15 метров, да, потом жила ушла глубже-глубже, и на глубине 20 метров материал пошел другой, и его греть надо по-другому, и ключики надо подбирать заново полностью, все. И вот то, как мы грели материал с глубины 15 метров, уже все здесь, уже не работает, надо все заново экспериментировать, то есть на это уходит иногда у людей реально годы и десятилетия, чтобы подобрать правильный режим. Следующий момент. Например, у термистов, ну, это люди, которые греют, да, у термистов в Таиланде, до того, как истощились месторождения в Камбодже, там тоже термисты были, сейчас уже нету месторождений, и нет смысла в их работе в Бирме. Конкретно работа термистов вплотную связана с шаманизмом. Я при этом присутствовал много раз, и когда Таиланд откроют, я поеду, обязательно еще сниму. Ну, то есть термист, получив партию, ну, допустим, представьте, у него на руках материала на полмиллиона рублей, ой, извиняюсь, каких рублей? Долларов, да? И от его ошибки, ну, там, передержал, не додержал по времени, градусов дал больше, меньше, да? Зависит судьба всего этого, всей этой партии полностью. То есть, или мы их просто выкидываем, потому что они серые, и они никому не нужны, мы их просто не продадим. Вот. Или они становятся просто супер-мега-модного, дорогого цвета, и мы уже вместо, там, 200 тысяч долларов имеем на руках материал на 700 тысяч долларов, например. То есть, это все зависит от его действий, поэтому термист идет обязательно в буддийский храм, там ставит подношение дары Будде, делает так называемый бун, это когда ты говоришь, что товарищ Будда, смотри, я сегодня буду греть сафиры, мне нужно получить вот такой-то цвет, пожалуйста, помоги мне, если я получу такой-то цвет, я тебе обязательно принесу в дар бутылку виски, допустим, там, какой-нибудь Black Label, да? Свиную голову, дорогие сигары за 50 долларов, и там что-нибудь еще, что он там любит, Вот. То же самое, кстати, Будда мясо ел, да? Такая заметочка. Он, собственно, умер от отравлений или переедания мясом по разным версиям, но его смерть была связана с поеданием мяса. Многие думают, что Будда и буддисты, они все сплошняком вегетарианцы. Потом этот термист идет к шаману, или в место, где вот в дереве в таком, да, фикус религиозис, живут духи, там производят то же самое, дают точно такие же обещания. Ну, в отличие, что, например, дух в дереве может любить, там, красные машинки, лесопедики и куколки негритят, такое-то, или, там, куколки зебр, да? Вот он обещает, что если ты мне поможешь, я загрею партию как нужно, вот эту, да, получу нужный цвет, я тебе подарю целый эскадрон зебр. Будешь скакать прямо, это, каждую ночь скакать, не перескакать. То есть, это все очень серьезно, и даже именитые мастера, которых все знают, вот, например, в городе Чан-Табу-Ри, я постоянно общаюсь, там, очень знаменитый такой дедуля, очень скромный, у меня есть с ним видео, зовут его Тай, это сокращение от полной клички, это кличка Кротай, Кротай это кролик, а как его зовут на самом деле, мы не знаем, то есть, тайцы пользуются кличками, вот, про него было видео давно, несколько лет назад, поищите, посмотрите, да, промотайте ленту на Ютубе. Вот, собственно, даже у него бывают погрешности, ошибки, он рассказывал, когда человек ему принес синий Софи Royal Blue, который стоил, там, тысяч 70 долларов, да, но там были видимые рутиловые включения, видимые глазом, ну, то есть, вот смотришь, и ты видишь, тебе лупа не нужна, да, и человек решил его погреть, чтобы рутил растворился, то есть, произошла внутренняя диффузия, да, и Софир стал дороже, ну, тогда можно будет, там, продать тысяч за сто, например, и, скорее всего, как я думаю, что вот этого мужика обманули продавцы, или спутали, или продавцов кто-то обманул, то есть, там, длинная, скорее всего, цепочка, и его неправильно информировали по поводу месторождения, что вот там, ему сказали, что этот камень выкопан в деревне Кукуевка, а он был вырыт, найден возле деревни Петровка, а там совсем другой температурно-временной режим, и после нагревания камень стал таким серо-зеленоватым цвета бутылочного стекла, который стоит, ну, тысяч пять долларов максимум, мужик просто вот за, значит, одну процедуру потерял, там, что-то 65 тысяч долларов, да, такие истории бывают, также я знаю истории, когда на Шри-Ланке, там уже камни греют тысячи лет, тысячи, да, на Шри-Ланке совершенно со стандартного, знакомого месторождения, там есть такие Софиры Гауда, его когда вынимаешь, он совсем матово-белый вообще, да, вот, вот взяли, вчера достали, погрели, получил сырое ублю, сегодня достали, погрели, ни хрена не получилось, он остался серо-белесый матовый, ну, его как бы вообще никуда не деть, он ничего не стоит, вот, такие истории тоже бывают, почему, никто не знает, бывает, что вот одну кучку нашли, заложили, погрели, семь нагрева стали синими, три остались серыми, тоже почему, непонятно, поэтому покупка камней для последующего самостоятельного облагораживания через термическую обработку, то есть нагрев так называемый, это не то, что даже рулетка, это просто магия шаманизм вообще, тем более, если вы точно не знаете месторождения, да, вам могут сказать, мы нашли вот здесь, да, но их могли дезинформировать, обмануть, они вас могут обманывать, эти камни уже могли пытаться греть, у них ничего не получилось, вот, собственно, я когда-то покупал негретые камни в Чентабури, да, в прошлом году, в августе, я снимал этот видос, мы их погрели и не получилось ничего, они как были черно-серые, так и остались черно-серые, там чуть-чуть зеленцы появилось в них, ну, они, то есть, как были мусором, так и остались мусором, так, с этим вроде разобрались, далее, что происходит внутри, на картинках сейчас я буду объяснять, и вы очень часто много спрашиваете, а что смотрят очень умные и выглядящие жутко образованными дяди и тети, которые на камни смотрят в микроскопы и в лупы, и потом говорят, фигня, он уже гретый, или там фигня, он там залитый чем-то, но вот про залитый буду рассказывать в следующей серии, про гретый, что там смотрят, расскажу сейчас, более того, я даже тоже умею там что-то подсматривать, и я часто партнера прошу, когда приносят там партию сафиров, я говорю, слушай, не говори мне, гретый, не гретый, я посмотрю сам, и даже очень часто я угадываю, так вот, давайте сейчас начнем рассматривать картинки, а я буду называть номер картинки, потому что их много, это для того, чтобы нам потом с моим монтажником было легче их смонтировать, так, 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 номер один, да, вот смотрите, у нас картинка номер один, это вот видите, да, что здесь на картинке у нас, вот прям по центру такое облачко, а посерединке это кристалл рутила, рутила, он имеет, если присмотреться, он имеет четко очерченные формы и границы, да, то есть он похож действительно на кристалл, и, собственно, смотрите, вот, картинка 1А, да, посмотрите, вот, собственно, после нагрева этого кристалла, то есть высокотемпературная обработка у нас произошла, кристалл растворился, то есть произошла диффузия, и посмотрите, здесь очень четко видно, во-первых, вот он был такой, да, от него осталось два кусочка, то есть он практически полностью исчез, да, и посмотрите, вокруг него образовалась синяя зона, это вот как раз произошла та самая внутренняя диффузия, так, сейчас, вот, смотрите, эта же ситуация, картинка 1 у нас получается B, вот, тоже здесь очень видна хорошо синяя зона, да, это рутил как раз диффузировал, то есть произошла внутренняя диффузия, то, о чем я говорил. Так, рутил в корундах встречается как в виде одиночных кристаллов, так и в виде тончайших игольчатых включений, но помните, да, мои любимые, например, черные звездчатые сафиры, там очень часто бывает рутил, который образует рутиловый шелк, при нагревании таких камней происходит та же внутренняя диффузия титана, и камень равноверно окрашивается в синий цвет во всем объеме, с этим понятно, я думаю. Картинка номер 2, видите, да, какая красота, рутил в корундах встречается в форме длинных таких игольчатых включений, да, это кристаллы, собственно, я об этом раньше говорил, вот, смотрите, у нас картинка 2, это включение рутила в виде игл в необлагороженном виде, то есть до того, как камень нагрели. На самом деле очень красиво, вот смотрите, пожалуйста, 2B, то же самое, это у нас рутил до термической обработки в сафире, да, так называемый шелк. Бывает, что его видно только в микроскоп, бывает, что его видно только в мощную лупу, но бывает, что его видно прям невооруженным глазом, вот ты камешек поворачиваешь туда-сюда, и там прям вот эта вся божественная радуга, она переливается, это адски красиво, но сам по себе камень при этом выглядит мутноватым, и он, как правило, темный, ну, почти черный, бывает такой синий-серый какой-то, да, но там внутри вот это великолепие играет радужное. Так вот, люди эту красоту гробят, чтобы получить синий товарный модный общепринятый цвет. Это, конечно, ужасно, вандализм. Я бы вот, если бы такой нашел прям красивенький, я бы его греть, конечно же, не стал, потому что вот эта вся радужность, она исчезает. Вот, то есть рутилы диффузируют, и что у нас получается? Весь камень становится визуально чистый, он становится, как правило, ярче, и он становится синим. Там бывает, что ярко-синим, бывает голубым, бывает потемнее, но, тем не менее, да, то есть в угоду рыночным требованиям мы теряем вот такую красотищу. И вот, смотрите, у нас картинка 2В, да, это вот тот же самый рутиловый шелк, он уже растворился, то есть от него остались такие нечеткие следы, да, которые по форме зоны роста, прям, видите, да, как раз вот здесь угол зоны роста видно, про зоны роста мы с вами разговаривали в прошлый раз. Вот, собственно, так выглядит рутиловый шелк после обработки. И иногда это можно даже увидеть невооруженным глазом, часто можно увидеть лупу. Смотрим картинку 2Г. Вот то же самое. Здесь у нас рутиловый шелк после термообработки, то есть тоже вы разницу между предыдущими первыми двумя картинками вы прекрасно видите. Так, дальше. Так, рисуночек у нас 3А. Вот тут, смотрите, опять, что мы наблюдаем. Включение минерала апатит внутри сафира имеет четкую, ярко выраженную кристаллическую форму с четкими гранями, то есть мы прям видим, что это кристалл, да, вот, и, собственно, посмотрите внимательно, кристалл, вот, который внутри камня, он очень часто повторяет внешний вид, форму кристалла самого камня, вот, в котором он находится. Вот, то есть если у нас, например, форма шестигранника, да, то у нас, как правило, кристаллы, которые содержатся внутри, они тоже будут в форме шестигранника. Так вот, я думаю, что вы уже догадались, что будет. У меня нет картинки, которая после, да, вот, но вы догадываетесь, что после нагрева этот кристалл у нас будет оплывшим и оплавленным. Никакой четкой формы уже не будет, никаких четких граней не будет. Там будет такое облачко, пятно, еще есть такое включение, которое называется снежок. Сейчас покажу дальше, вы поймете. Вот, смотрите, пожалуйста, у нас картинка 3Б. Это вот тут тоже у нас неизмененное включение кальцита в рубине. То же самое, что мы тут наблюдаем. Тут мы прям видим четко кристалл с ярко выраженными четкими гранями. То есть мы можем понять, что да, этот кристалл, он действительно выглядит как кристалл. Вот, это говорит о том, что этот рубин не подвергался термической обработке, то есть он не облагорожен. Далее, что происходит у нас с кристаллами после термообработки. Кристалл внутри может оплавиться, потерять свои четкие очертания, а вокруг него из-за расширения может возникнуть трещина напряжения. Вот, пожалуйста, смотрим рисуночек 3В. Оплавленные кристаллы, образовавшиеся вокруг трещины, заполненные жидким веществом. Видите, да, что у нас кристаллы оплыли, и появилась трещина. То есть она такая, по плоскости расположена, вот так вот. Если его развернуть, то она будет вот так. То есть на нее можно посмотреть сбоку. Сейчас водички попью, у нас очень жарко. Так, дальше. Рисунок 3Г. Вот, пожалуйста, тут у нас видно прям, видите, да, вот грани сафира, то есть вот как его огранили, прям видно. И, пожалуйста, видим, что здесь когда-то был, скорее всего, четкий кристалл с четкими гранями. Вот его нагрели, он опыл, то есть он такой стал, это, обтекаемый, да, полукруглый какой-то. Вот, и, собственно, вокруг появилась так называемая вуаль, вот эта вот большая трещина. Рисунок 3Д. Такое включение гемологи называют снежный ком. Это тоже верный признак термообработки. То есть тут у нас была точно такая же история. Там было что-то четкое, которое можно было классифицировать как или отрицательный кристалл, или кристалл. У него была какая-то форма четкая, грани, четкая граница. Ничего этого не осталось. У нас остался такой вот снежок розовый. Далее. Газово-жидкие включения также меняют свой вид. Картинка номер 4. Газово-жидкое включение, так называемые отпечатки пальцев, также меняют свой вид. Вот, смотрите, у нас картинка это до, до, да. На сленге очень часто такое включение называется перо или перышко, да, то есть это не трещина. Вы очень часто путаетесь с трещиной. Бывают истории, когда вот с таким пером, то есть это включение, да, которое на сленге называется отпечаток пальца. Человек получает кольцо, смотрит камень на просвет и видит там вот это включение и пишет Константин. Внимание, опасность, у меня в камне трещина. Нет, ребята, это не в трещина. Там или газ, или жидкость содержится. Бывает, что там в камне есть включение, где и то, и другое, да. Это совершенно нормально. Вот, так должно быть. Вот, смотрим, картинка 4А. Пожалуйста, еще у нас такой форме инфузории туфельки. Газово-жидкое включение. Здесь видно четко все эти вот элементы, да, объекты. Они четко очерченные и они, собственно, выстроены в какую-то структуру определенную. Вот, смотрите, картинка 4А. То же самое отпечаток пальцев, только при более сильном увеличении. Тут тоже все четко видно. Вот они эти у нас газовые-жидкие образования. Вот они совершенно целенькие. Вот. Чувствуют себя очень хорошо. Рисунок 4В. Вот, пожалуйста, опять мы видим здесь грани на сафире, да. Вот. И вы смотрите, что здесь какое-то... Что-то похожее на взрыв или на туман. Это вот как раз тот же самый отпечаток пальцев, пальца. Вот. Уже после термической обработки. Вот. То есть он, рисунок у нас, картинка полностью искажена. Разницу, я думаю, вы видите. Ну, она прям очень четкая и узнаваемая. Вот до и после можете промотать туда-обратно картинки. Но тут спутать уже никак невозможно. Если мы вот такое видим в сафире, да, то он, естественно, был нагрет 100%. Вот, пожалуйста, рисунок 6Г. То же самое. Как вы думаете, здесь нагретый отпечаток пальцев или не нагретый? Ну, понятно, что нагретый. То есть тут прям больше похоже даже на какую-то морскую пену на волнах, которая, да. Вот, собственно, все очень наглядно. Еще немножко осталось картинок. Ну, я думаю, что принцип вам уже понятен. Давайте еще один пример. Например, пожалуйста, вот у нас снова 4А. Что-то я тут это попутал с номерами. Вот, отпечаток пальца до нагрева. Опять же, если мы увеличим, мы тут увидим вот четко очерченные включения, да. Вот. И вот, пожалуйста, у нас отпечаток пальца после нагрева. Совершенно по-другому выглядит. Картина совсем другая. Вот. Вот у нас, так, смотрим еще, давайте еще один пример. Так, вот у нас отпечаток пальца до термической обработки, да. То есть у нас пока еще Софир не гретый. И вот, пожалуйста, у нас после термической обработки. То есть, ну, картина совсем другая. Причем это прямо вот одно и то же включение. Давайте вот еще раз до смотрим. Видите, то есть здесь включения, они расположены в той же форме. То есть вальт примерно такой же формы, размер у нас такой же, да. Но видно, что они вот целенькие, каждый отдельно. И еще раз смотрим после. Тут у нас уже видно, что что-то, что-то с ним произошло. Вот, собственно, это вам немножко примеров. Ну, такое занудство, но как бы вполне пойдет, да. Там на самом деле вариантов включения и как определить их сотни и тысячи. Ну, я вам показал такие наиболее, наверное, часто встречаемые примеры, которые даже часто, вот, например, вот эти уали, вуали часто можно рассмотреть без лупы. Если есть лупа мощная, вообще совсем хорошо. И можно прямо приходить, когда у вас будет возможность, можно приехать на рынок драгоценных камней на Ши-Ланку или в Таиланд. Там очень много гретых камней, практически нету негретых. И вот можно сидеть часами рассматривать вот эти вот повреждения, оплывшие кристаллы и все-все остальное. Так, ну, собственно, у меня, наверное, все, да. И так много вам рассказывал, много было занудства сегодня. Пишите вопросы по термообработке, которые у вас есть. Если вопросы будут интересные, их будет много, сделаем разбор ответа на вопросы. Именно по вот этой части, термообработка корундов. По другой части не пишите, то есть прям вот именно про термообработку. Всем привет!